Здравствуйте. Мне хотелось бы поблагодарить господина Бессонова за то, что вы дали мне возможность участвовать в вашей конференции на вашем конгрессе. Сегодня мы с вами остановимся на вопросах, связанных с реконструктивной пластикой грудной железы с использованием биологических и синтектических сетчатых протезов, сетчатых амплантов. В современной реконструктивной пластике грудной железы сегодня очень активно применяются матрицы, матриксы с использованием экспандера тканей. Для чего необходимы сетчатые импланты? Основными их преимуществами является то, что они обеспечивают лучший контроль, позволяют обеспечить лучшая форма сохранения мышечного кармана и суббомбарной складки. Они дают возможность проводить операцию в двух плоскостях, и их использование связано также с меньшей травматичностью для мышц грудной железы. И, конечно, связаны они с пониженным риском образования капсулы. Сегодня в мире разворачивается очень активная дискуссия, используют ли синтетические сетчатые импланты или биологические. Большинство хирургов в США применяют биологические импланты, и этот имплант характеризуется с очень высокой популярностью на американском рынке. В частности, одним из самых популярных материалов является АДМ, ацеллюлярная дермальная матрица. и данный вид имплант дает возможность репопуляции живыми клетками организма. В настоящий момент существуют разные виды АДМ, популярны как те, так и другие ксенографты и аллографты. В настоящий момент на рынке действует около 20, возможно, производителей АДМ. Исследования, большинство из которых проводилось на американском материале, дают нам довольно богатые данные, но не обеспечивают, не предоставляют возможности для какого-то объективного сравнения различных видов сетчатых протезов, сетчатых имплантов. И на настоящий момент спектр данных имплантов довольно широк. Существуют сетки, которые характеризуются быстрый, медленный и средним уровнем расосвоемости. Медленно расосвующиеся сетчатые импланты – это относительно новая техника, которая применяется в современном медицине. Каковы основные различия между АДМ и синтетическими имплантами? АДМ дает возможность получить какую-то структуру, на основе которой будут сформироваться клетки организма хозяина. Они дают возможность для воскулиризации, не воскулиризации. И в настоящий момент существуют медленно рассасывающиеся импланты, которые… У нас появилась возможность таким образом сравнивать показатели, которые могут быть получены при терапии, при лечении пациентов с использованием синтетических сеток и АДМ. Образцы некоторых сетчатых имплантов представлены на слайде. Некоторые из них синтетические, некоторые биологические. И, разумеется, существуют разные типы биологических сеток. Они доступны, в частности, на немецком рынке. Основной проблемой всех синтетических сетчатых имплантов состоит в том, что замещение мягких тканей при использовании данного типа импланта не происходит. И, разумеется, на настоящий момент существует, разворачивается довольно интенсивная дискуссия, связанная со сравнительными достоинствами и недостатками АДМ по сравнению с синтетическими сетками. В ближайшие несколько лет мы можем ожидать поступления новой информации по данной проблематике. Например, в настоящий момент доступна информация у АДМ, которые наиболее активно применяются на американском рынке. И вся эта информация должна быть учтена, поскольку большинство публикаций созданы на американском материале, что создает определенные сложности для сравнительного анализа. Однако в настоящий момент проводятся исследования, где сравниваются преимущества и недостатки АДМ и синтетических сеток. Что касается осложнений при использовании обоих этих методов, уровень инфекцирования при использовании синтетических сеток несколько ниже по сравнению с АДМ. Однако АДМ имеет гораздо лучшие показатели, лучший профиль безопасности в плане развития капсулярной контрактуры. Однако благодаря внедрению медленно рассасываемых сетчатых имплантов мы сможем добиться снижения частотности капсулярной контрактуры. на протяжении ближайших 50 лет мы можем ожидать поступления других новых научных данных в рассматриваемой области. предложение, которое поступило из Швеции применение матриксы тигр. тигр представляет собой матрицу синтетическую и в каком-то смысле биологическую, где применяются и синтетические волокна, и медленно резорбируемые биологические волокна. И таким образом это позволяет снизить иммунную реакцию со стороны организма. И именно благодаря этому мы можем запоставлять этот тип синтетических сеток с биологическими. при исследовании на животной модели с применением нерезорбируемой полипропиленовой сетки что мы можем ожидать в этом случае? Через 3 года после вмешательства полипропилен дает воспалительную реакцию что для организма разумеется не очень хорошо не очень полезно. А матрица тигр при этом как было установлено по результатам исследования была практически полностью замещена соединительной тканью неофасции. Таким образом воспалительный процесс конечно не характеризовался такой высокой тяжестью. При использовании матрицы тигр использовался экспандер тканей. вот на фотографиях вы видите процесс удаления экспандера и как вы можете оценить качество соединительных тканей очень хорошее. очень важные данные которые были получены в прошлом году это одна из первых публикаций Стефана Помпея римский специалист В статье рассматриваются возможности применения синтетических биорезормируемых сеток которые вполне успешно в будущем смогут конкурировать с матрицей АДМ. Еще одно исследование которое проводили Пешко Кучинским и ваш покорный слуга сопоставлялись данные о частотности осложнений при применении синтетических сеток и синтетические сетки показывают гораздо лучше демонстрируют гораздо лучше результаты в этом отношении Помимо биологических сеток мы можем использовать и синтетические сетки и подготовить карман использовать технику равиоля для предпекторального импланта для введения предпекторального импланта Сегодня разворачивается опять-таки очень активная дискуссия по поводу использования препекторальной техники препекторальной методики Появляются новые публикации, в которых сравниваются различные типы АДМ и синтетических сеток. Во многих из них отмечается, что уровень осложнений довольно низок при препекторальной реконструкции. Результаты, которые показывают, которые дают АДМ и синтетические сетки, сопоставимы между собой. Однако риск развития серома при использовании биологических сеток несколько выше. Опять-таки мы будем ждать появления новых научных данных, потому что вопросов остается достаточно. Во многих исследованиях указывается, что не совсем понятно, каким образом оценивать эти осложнения, каким образом их диагностировать. Поэтому необходимо контролируемые исследования, которые позволяют анализировать воздействие радиотерапии, тип матрицы, тип хирургического вмешательства. Будет ли это одномоментное или двухстадийное хирургическое вмешательство? Опять-таки надеемся, что в ближайшие годы мы сможем получить большую ясность в этом вопросе. Это одна из наших пациенток с мастоктомией. Пациентке был установлен имплант. Пациентка у нас довольно худенькая, мышечный карсет очень слабый. И пациентке была установлена имплант с биологической сеткой. Пациентке была выполнена двусторонняя мастоктомия с сохранением кожи и соска. С установкой имплантов и биологической сетки. Это наша пациентка через два дня после операции. И перед выпиской. И перед нами пациентка, которая перенесла радиотерапию, потому что мы осознаем, что АДМ оказывает продуктивный эффект в данной субпопуляции у пациенток, получающих радиотерапию. Вот этот грудь не подвергался облучению. Первая пациентка в моей клинике, которая была выполнена препекторальная реконструкция с использованием медленно резорвируемой сетки. Двокомный дренаж. И то же самое пациентка через две недели после вмешательства. Видите, качество работы очень хорошее, серомы какие-либо отсутствуют. И еще один случай. Имплант с использованием синтетической сетки. И, опять-таки, использовалась вакуумная повязка. Кожесберегающая, кожесохраняющая мастектомия, синтетическая сетка. Является ли этот выбор очевидным? Да, потому что нам необходимы новые реконструктивные материалы, с одной стороны. Но, с другой стороны, вопрос сохраняется, используют ли биологические или синтетические материалы. Мы считаем, что современная синтетическая сетка гораздо дешевле, имеет гораздо более низкую стоимость по сравнению с биологической сеткой. Ну, разумеется, необходимо здесь учитывать, какого типа имплант устанавливается пациенткам, потому что импланты также бывают разные. И вот здесь хотелось бы перевести цитату из Стива Джобса, который, как известно, говорил, «Если ты хочешь лидером, не пытайся удовлетворить всех, потому что в противном случае тебе лучше просто продавать мороженое». И еще одна новая публикация, посвященная использованию экспандера тканей грудной железы с нагнетанием воздуха. Автор статьи Мэтью Грин, Хабиб Тафазал и коллеги. И, разумеется, мы с вами ожидаем появления выхода в свет новых аналитических исследований с сопоставительным анализом биологических и синтетических материалов. Не так давно поступило предложение о проведении нового систематического обзора и протокола для метаанализа. Очень много вопросов все-таки остается в данной сфере. Но я надеюсь, что в ближайшие годы мы получим ответ на это. Спасибо за ваше внимание. Большое спасибо, доктор Мурава. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!